И вот так. Всё готово. Я похож на настоящего мальчика, папа. Однажды ты будешь похож, деревянный малыш. Однажды. Я не могу больше ждать, папа. Я хочу мыть из плоти и костей. О боже! Господи, Биноккио, ты что вообще творишь? Я должен поглотить твою душу, чтобы стать настоящим мальчиком. Боже мой, где эта фея? Фея! Забери жизнь у этого кукла-пацана. Он есть зло. Он ничто иное, как истинное зло. Господи Христосе, пощади душу мою, пожалуйста. Боже, где же коробок спичек, когда он мне так нужен? Предай яркому пламени этого демона, Господи Боже. Иногда учиться страшно. Но это так же может быть и весело. Сегодня я хочу научить тебя считать до трех. Когда ты считаешь, можно думать о песенке, которую ты всегда напеваешь. Давай начнем нашу первую песенку. Постарайся повторять со мной. Один. Два. Три. Давай повторим еще раз. У тебя чудесно получается. И снова повторяй со мной. Один. Один. Два. Три. Ты умничка. Теперь всем говори, я могу считать до трех. Один. Два. Три. Привет, Лиз. Привет, Джон. Ты готов идти в кино? Да, я всю неделю ждал этого. Одну секунду. Мне нужно пару минут, чтобы доделать все дела с животными, прежде чем пойдем. Гарфилд, можешь подойти на минутку? Скажи-ка, с чего ты взял, что можно взять еще лазаньи? С чего ты взял, что это можно? Мяу. 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 Извини, Джон. Извини. Почему ты со мной говоришь, кот? Коты не умеют говорить, не так ли? Не так ли? Да. Мяу. Заебись. А теперь пеки хлеб. Пеки хлеб, как хороший кот. Давай. Будь моим маленьким пекарем. Да. Да, так-то запахло чем-то вкусненьким. Сладким хлебушком. Эй, как ты? У тебя там все хорошо? Я слышала какие-то крики про пекарню. А, да, нет. Я испортил хлеб, который сам готовил. Дай еще секундочку. Домашний хлеб? Звучит неплохо. Ну, пеки, пеки. Гарфилд, она такая милая. Я не верю. Я, Джон Арбакл, влюбился. Эх, кто бы мог подумать. Я не знаю. Просто я много ожидаю от нее. Она вряд ли осудит и примет меня таким, какой я есть. Дрессировать ее будет не так сложно, как тебе, Гарфилд. Ты всегда сопротивлялся. Хэ, я рад, что это в прошлом. Я просто ищу даму, Гарфилд. Кого-то, кто будет рядом, но... Но они все тупые! Моя голова кипит! Они все делают, ох, неправильно! Хочет ли она скромную свадьбу? Ей лучше не думать об охуенной свадьбе, этой сухе, этой ебливой шлюхе. Они думают о нитьках. Им только деньги, деньги! Я уверен, она хочет скромную свадьбу, а я позитивную. И не только свадьбу. Надеюсь, она хочет большую семью? Надеюсь, она хочет. Я бы хотел большую семью. Любить кого-то. Хватит смотреть на меня! Я же кормил вас! Что вы ещё от меня хотите? Ёбанаврот! Ха-ха! Ну не знаю, Гарфилд, я думаю, она та самая. Ну правда же? Правда же? Ха-ха-ха! Ах, боже мой, у нас светлое будущее! Смотри, у меня. Эй, прости, что так долго. Пошли! Копкорн как-то не хочется. Ты что-то говорил про лазанью? Нет, казалось бы. А-а-а! Я это сделал. Мы это сделали! Наконец! Мам, мама, пойди-ка сюда! Что такое, дорогой? Всё ли хорошо? Ха-ха, лучшей быть не может. Я только что набрал миллион зрителей на Твиче. О божечки. Как я там огоршусь? Аж слов не подобрать. Мам, ты знаешь, что это значит? Я избранный. Что ж, кто-то насмотрелся Матрицы. Нет, мам. Ха-ха-ха. Нет. Это значит я бог. В смысле? Матушка, ты это слышишь? Колокола. Они звонят. Наконец, я соберу урожай. Забирай меня! Я готов! О-о-о-о! О-о-о! 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 Чёрт! Туда! О-о-о! Ты не должна бояться. Я перешел в другую стадию. Майнкрафт теперь ждёт меня. Быстрей! Давайте! Скорей! Скорей! Мир такой бесцветный, такой пустой и лишённый света, но не здесь. Здесь нет пределов у возможностей. Воображение этим миром правит. Я отдаю тебе мою жизнь, Майнкрафт! Отдаю свою жизнь... ТЕБЕ! Забирай! Забирай меня, отец! О, владыка! О, Майнкрафт! Я не... Я не знаю! Это то, что я видела. Ну как сказать то? Он вошёл в игру. И его туда затянуло, я не понимаю, что случилось... Я вижу божье лицо! И оно квадратное! квадратные ну давай напиздует отсюда я никогда не могу посрать когда кто-то со мной в туалете так комфортно устроился он что без обуви в общественном туалете отвратительно занята постри для меня простите заставляешь меня ждать слушай просто смотри отсюда мужик я не ищу проблем но ты не сочиняешь милую музыку впитываешь свою грязь каждую секунду пока не выпустишь ее там в толстой кишке она будет жить а еще хуже у тебя может возникнуть запор с этого момента твоя музыка перестанет играть вызывая вздутый геморрой на твоей жопе который лопнет оставив красный сок на твоем точке так что я еще расскажу пожалуйста посри для меня какого черта видишь я всегда сочиняю музыку пожалуйста спой со мной нет нет сэр пожалуйста пожалуйста оставьте меня в покое а я просто не могу срать публично это напрягает меня ради бога сэр оставьте меня в покое вонючий брауни боже в этом доме нет ничего вкусного не пытайся кушать так быстро не хочу чтобы у тебя болел животик мамочка тупая сука я я ем только быстро потому что это противно не хочу даже на это смотреть вот господисусе тупой принглс все же ты тупая чипсина не как эти вкусные чита спавс я люблю чита спавс эй ты привет ты пропустил одну чипсину кто это здесь дитя вытащи меня из мусорки здесь вонь ужасная ты должен есть последнюю чипсину будет неудача если не будешь мистер принглс ты можешь говорить я могу больше чем говорить просунь свою миссис ту лапку и увидишь это невзаправду я должно быть сплю твоя матушка говорила что ты не должен был иметь бедра как у беременной школьницы так что мы оба разрушаем надежды давай ты же чувствуешь мою посыпку да сметана и лук ты же знаешь что хочешь меня о боже что за вкус такой особенный то что мне надо твоя посыпка на моем чипсе должна принести миру больше радости соленая вкусная кожа это это невзаправду наверное у меня страшный сон если хочешь попробуй меня у моей посыпки хороший вкус мне нужны другие снеки например твинки силе а эк Плоть к плоти Посыпка к посыпке Эй, ребята! Я кот в шляпе, и я к вам подвес, чтобы мы потусили, пока ваша манки нет здесь. Зацените! Вау, посмотрите на нас, мы весело проводим время! Это дедушкин прах! Поставь сейчас же на место! А кто же ты, уебаная ублюдская рыбёшка? Маленькая рыбья пизда. Ну кто же ты, моя маленькая ёбаная рыбка? Выебаная хуёвая сосалка! Я сейчас засосу эту рыбу, я ей засуну свой хуй полностью. Ну как видишь, я рыбка этой семьи, и я пригляну... Ну хорошо, кто хочет увидеть магический трюк? Давайте посмотрим, как всё драгоценное имущество вашей мамки сейчас ждёт! Срочные новости из Элвина, где произошла серия домашних краж в пригородных кварталах. Злоумышленник выглядит, как двухметровый антропоморфный чёрный кот, в большой красной шляпе и галстуке. В отчётах говорится, что субъект знает, как смешиваться с толпой, и что многим следует остаться дома. Во, блядь! О, она вернулась. Окей, парни, пошли, время съёбывать отсюда на... Нахуй! Хе-хе-хе! А вы не забывайте, что в следующий раз, когда вам будет скучно, ваш друг кот в ляпе вернётся, чтобы подарить кучу веселья! Погодите! Вы чё, блядь, аутисты? Вы забыли часы у входной двери? Привет, киса. Хочу начать наш разговор со слов благодарности тебе, как моему топовому донатеру на сайте OnlyFans. Ты и правда моя любимая киска. Привет, принцесса. Папочкин ангелочек была хорошей девочкой сегодня. Прости, я продолжаю слышать странные звуки. Божечки, как же ты меня заводишь? Я начинаю превращаться в старую голодную вещейку. Вверх! 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 В моей комнате явно кто-то есть. Я забыть ты на этот шкаф. Там нет никого внутри. А как ты узнал, что я смотрю на шкаф? Покричи для меня! Я плачу большие деньги, так кричи же для меня. Как пока Хантус кричал для своего белого бога Джона Смита. Чистая экстази. Мне кажется, в шкафу... Я сказал, кричи свою прекрасную песню. За излученной реки... Оу! Божечки, кто-то в моем шкафу. Нет, нет, тут никого. Там. Нет там никого. Наверное, это просто призрак. Ты считаешь, что в моем доме призраки? Пробзей свои трусики, кинь их в шкаф. Я думаю, что смогу пукнуть на заказ. Ну, тогда на срыв трусы кинай их в шкаф. Это пугнет любого страшного призрака. Срать я тоже не хочу. Да кинь уже эти чертовы трусы! Ладно. Ух ты ж, ёбаный в рот! О, блядь! О! О! Киса! Ты у меня в шкафу? Не сечу уж, детка. Я сейчас очень далеко. Я знаю, что ты там! Уходи из моего шкафа! О, божечки мои! Киса? Здравствуй! Бу! А ну пошел нахер отсюда! Ладно, ладно. Наш созвон на следующей неделе в силе или... Нахер отсюда! Ладно, ладно. Победителю достается трофей. Алло. Хочу, чтобы ты пертанула в руку и сделала это как сэндвич. Мы взяли упыря, который запугивал всех людей в магазине мороженого. Давайте найдем копов и арестуем его, чтобы перейти к следующей загадке. Скуп, почему бы тебе не остаться здесь на всякий случай? Хороший! А знаешь, как бы мне сошло с рук твое преступление? Я бы убил владельца магазина мороженого. Жег бы кончики пальцев и расчленил бы тело на 12 крошечных частей, разбросав кусочки в океане и закопал глубоко в лесу. Ты слишком заморачивался со своими уловками. Как коллега-художник, я уважаю твою работу. Но ты был слаб. Ты ушел из магазина и оставил владельцев живых. Скуби, смотри, я приду с нам бутер, чувак. Не нравится. Посмотри на него, ему нравится. Скубу нравятся бутеры. Скубу нравятся бутеры, не так ли, парень? Ну-ка иди-ка сюда, поглажу тебе животик. У Скуба толстенький животик. Не так ли, Скуби? Конечно, да, посмотри на себя. Наша банда стала его сучками, чтобы лучше массировать ему животик. Ох, как трудно погладить его животик, не касаясь его петушка. Кажись, я немного задел его. Ладно, лучше пойду вернусь. Поговорим позже, Скуби. Это было слишком близко. Меня чуть не поймали с разговором с тобой. На чём мы остановились? А, вспомнил. Я бы убил не только владельца магазина, но и его жену, детей и всех его родственников. Правосудия не будет, если никто не будет искать возместия. Я надеюсь, что из города в город буду себя вести как умная собака, раскрывая невинные дела, связанные с владельцами бизнеса в таких же маленьких городках, как этот. Я доживу до восьми лет, наверное. Хотя, возможно, до девяти. Я планирую забрать в ад столько душ, сколько я смогу. Пойдём, Скуб, собирать улики к следующей нашей загадке. Походу, меня вызывают на следующее дельце. Ты слишком много знаешь. Ещё один прекрасный день в Красти Крабс. День обслуживать массой. Спондж-помб. Они всё не могут насытиться. Они хотят больше. Больше. Секретной формулы. Запах заебись. И так ли, мистер Крабс? Я поддерживаю, мистер Сквейверт. Поддерживаю. Мальчик мой. Может, немного больше сделаешь секретной формулы? Так хорошо, мистер Крабс. Вам так нравится? Это то, что нужно мистеру Крабсу, но... Эта солёная собака хочет ещё. Ты чувствуешь это? О, боже. Я чувствую это, мистер Крабс. Мистер Крабс окунает клешню в старую банку с мёдом, не так ли? Вы можете взять сколько угодно, мистер Крабс. О, не оставляйте меня в стороне. Ты мне нужен спать, Боб. Давай, возьми себе горсть. Крабс окунает клешню в старую банку с мистер Крабсом. Следующая формула. Это было хорошо для вас. Я удовлетворил вас. Я удовлетворил, мальчик мой. Но ты весь измучен. Высох, мальчишка. Пока что мы утолили наш голод. Но мы вернёмся. Я люблю свою работу в Красте Крабс. Я бы ни на что не променял во всём мире. Я делаю рыб счастливыми. Я удовлетворяю их нужды. Честно говоря, я не думаю, что смогу остановиться, даже если бы захотел. Но кто бы хотел, если рыбу очень сильно любит то, что ты делаешь? Смотри, 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 ээээ. Ха-ха-ха. Он превратился в машину. Ну, типа тексту песни такой. Дааа. Я не знаю, кто это. А, ну он рэпер. Аполло. Воу, это же Дебеби. Бро, я только что показывал девушке мемы с тобой. Погнали. Погнали. Такого? Что ты делаешь, мужик? Джерми, останови его. Эй, а тебе бейсят мои девки. Не трогай её, братан. Погнали. Мою машину. Дебебики, они везде. Аполло. Не трогайте меня. Отвали, мужик. Погнали. Погнали. Джерми, нет. Не трогайте его. Погнали. 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 Аполло. Погнали, Аполло. Вот вы и дошли до конца. Ну как дошли, возможно перемотали, я не знаю. Но в любом случае, спасибо за ваш просмотр. В этом сборнике я старался улучшить некоторые озвучки. И даже переозвучил. И все видосы в 4К я перегнал. Я молодец. Если да, поддержи меня лайком и подписка, если не подписан. И можешь еще денежку накинуть, если хочешь. Не-не-не, я не прошу. Просто говорю, я так слова не сказал. А так, скоро будут и новые озвучки. И скоро будут новые сборники. Так что, если вам этот сборник понравится, я еще выпущу конец.